Решим задачу 25 из модуля геометрии основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Внутри параллелограмма ABCD выбрали произвольную точку E. Докажите, что сумма площадей треугольников BEC и AED равна половине площади параллелограмма. Строим параллелограмму. Выбираем внутри точку E и соединяем с вершинами параллелограммы. Вот таким образом. Тогда нам необходимо доказать, что сумма площадей треугольников AED плюс площадь треугольника BEC равна половине площади параллелограмма. То есть равна одной второй площади параллелограмма ABCD. Для нахождения площадей данных треугольников проведем через точку E высоту параллелограммы. То есть проведем через точку E перпендикуляр к основаниям AD и BC. Вот таким образом. И теперь попробуем найти площади нужных нам треугольников. То есть площади вот этих треугольников нам необходимо найти. Заметим, что части нашей высоты, то есть EH и FE являются высотами нужных нам треугольников. То есть EH плюс EF это как раз в итоге будет, в сумме будет высота параллелограмма. А по отдельности части этой высоты являются высотами треугольников. Это значит, что площадь треугольника AED можно записать в виде. Это будет равно 1 вторая произведения основания AD умножить на EH. А площадь треугольника BEC равна 1 вторая BC умножить на EF. На EF. Обозначим через H высоту параллелограмма. То есть пусть EH равно H и пусть основания AD противоположные стороны параллелограмма равны. А это значит AD равно BC. И мы обозначим основания параллелограмма A малая. Тогда площадь треугольника AED плюс площадь треугольника BEC будут иметь вид. Площадь треугольника AED равно 1 вторая AD. AD это A. Мы обозначили AD через A. A умножить на EH. Плюс площадь треугольника BEC. Это 1 вторая BC. Но BC это A. Малая. Получается A умножить на EF. Равно. 1 вторую A выносим за скобки. В скобках получаем EH плюс EF. Но EH плюс EF это FH. А FH это высота параллелограмма. То есть получаем тогда в итоге 1 вторая A на H. Но A на H это как раз и есть площадь параллелограмма ABCD. Поэтому окончательно получаем 1 вторая площади параллелограмма ABCD. Что и требовалось доказать. Продолжение следует.